МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спокойные, работящие, сдержанные и немногословные. Удмурты – один из наиболее многочисленных финно-угорских народов. В мире насчитывается более полумиллиона удмуртов, и практически все живут на территории России. В основном в Удмуртской республике, граничащей с Кировской областью, Пермским краем, Башкортостаном и Татарстаном. А отсюда рукой подать и до Самарской области, где, по данным переписи 2010 года, проживает свыше 1200 удмуртов. Познакомиться с их бытом и культурой можно в финно-угорском подворье этнопарка «Дружба народов». Это единственный дом в парке, где можно узнать не об одном, а сразу о нескольких народах одной группы. Дом карельский, Карелия. Его и привезли с Карелии. Дом-комплекс, они говорят. Здесь под одной крышей с жильцами этого дома был и домашний скот в той части дома. На первом этаже были загоны для коровы, овечки и лошади. Прямо в дом с улицы ведет бревенчатая лестница. И это сделано не случайно. По этой лестнице лошадка поднимала различные грузы, в том числе сено, солому, лодки, рыболовные сети огромные. Все хранили под крышей, потому что очень влажная земля в Карелии, потому что болото, озера, влажная сырая земля очень быстро все гниет, поэтому все поднимали на хранение. Фино-Угорское подворье в однопарке двухэтажное. На первом разместились удмуртские интерьеры, на втором, по задумке организаторов, – марийские. Куратор и экскурсовод Зоя Долгова родом из Удмуртии. Именно на своей малой родине она нашла многие предметы быта, представленные в этом доме. Вот ткацкий станок нашелся в глубокой, в заброшенной, можно сказать, деревушке. Там несколько домов осталось, и ткацкий станок нашелся. И вот прялочки – это все натуральное, это все оттуда, это все из того времени. Ткацкие станки, как установили археологи на территории современной Удмуртии, существовали еще в XI веке. Но наивысшее развитие узорное ткачество традиционный удмуртский промысел получило в конце позапрошлого века. В XIX век все народности и ткали, и пряли. Это все нельзя было купить, все своими руками. И овечки были, вот, прялочки. Девочек сажали за прялочки с 5-6 лет, и они учились прясть. Летом занимались земледелием, а зимой сидели за ткацким станком или прялкой по 12 часов в день. Носочки нужны теплые, дальше варежки нужны. Это все нельзя было купить. Все своими руками пряли и ткали. Вот, красивые ткали. Покрывало, половички. Все для удобства дома, семьи. И передавались из поколения в поколение. Это все мама передавала дочери своей. К одному из древних видов народного искусства относится вышивка. Ей украшали платки, декоративные полотенца, ритуальные пояса, рубахи. Для удмуртской вышивки характерно небольшое количество цветов при обладании темных, насыщенных тонов. Любили клетку, любили красный цвет. Это домотканина. Это как раз то время. Красный цвет, конечно, уже не сохранился, потому что это раньше красители были натуральные. Женский национальный костюм различался у южных и северных удмурток. Северянки носили белую одежду, расшитую красными нитками. Южанки – пеструю. Поверх платья надевали расшитый узорами фартук. По праздникам – нагрудник. Его украшали монетами, как и другие удмуртские аксессуары. Рассказывают, что монисты делали из серебра натурального. И очень крупные монетки были. На одну монетку можно было купить корову. На две монетки – лошадь. То есть очень богатые были монисты. Монисты понимаем, что это тоже оберег, это сакральное все. Замужние женщины носили уникальный головной убор – айшон. Это высокая конусовидная шапка на берестяной основе, расшитая бусами, монетами. А сверху на айшон надевали квадратное покрывало – сюлык. Мужской наряд был простым – подпоясная рубаха и штаны с широким шагом. На рубашках вышивали символы, связанные с родом занятий. Большое внимание удмурты уделяли изготовлению игрушек, особенно кукол. Их делали из соломы, травы, щепки, глины, а также из лоскутков, при этом не используя ни ниток, ни иголок. Куклы служили оберегом. Большая часть верующих удмуртов – православные, но некоторая часть до сих пор придерживается традиционных верований. Как и у многих народов, праздники, идущие с языческих времен, тесно вплетены в национальную культуру. Мы православные, но языческие праздники, язычество сохранилось до сих пор. Можно сказать, оно идет параллельно с православией. У нас на республиканском уровне празднуется гербер. Окончание весеннеполевых работ. Гербер. Прямо отмечают. Хорошо, я в позапрошлом году гуляли всей республикой. А какой праздник без национальной кухни? Удмурты, как и некоторые другие народы, считают, что именно они придумали пельмени. Не просто так придумали, а на самом деле пель в переводе на наш язык – это ухо. Менянь – это хлеб, то есть хлебное ушко. Пельмени похожи по форме на ухо, понимаешь, да? У нас проходит фестиваль пельменю в Ижевске целую неделю, в феврале месяце. И вот в прошлом году я видела программу, там разыгрывался годовой запас пельменей. Знаменитое удмуртское блюдо – перепечи. Открытые пирожки из пресного ржаного теста с мясной, грибной или овощной начинкой, залитые сверху смесью из сметаны и яиц. В Ижевске – столица Удмуртии. Их готовят прямо на улице, но, как и полагается, в печках. Мне кажется, что это очень интересная республика и должны про Удмуртию знать. У нас производятся и велосипеды, и мотоциклы, и военная техника, и автоматы Калашникова. Считается, что Ижевск – родина отечественного мотоциклостроения. Именно в Удмуртии начали выпускать семейство планета, а позже и Юпитер, ставшие широко известны на всем постсоветском пространстве. В 60-е годы прошлого века на Ижевском машиностроительном заводе началось производство легковых малолитражных автомобилей с эмблемой «Иж». В 2011 году автозавод в Удмуртии стал частью «Автоваза». Сегодня в Ижевске производят машины семейства «Лад Веста». О родной республике Зоя Долгова говорит с любовью, но немного, как и полагается, настоящим Удмуртам. Ведь представители этого народа привыкли делать, а не рассказывать о своих делах. У нас лесной край, немногословные, трудолюбивые, я считаю. Мы не сплетничаем, нам это не близко. Мы прямолинейные, вот что там в голове, без всяких там. Дарья Люстрицкая наполовину коми. Это еще один финно-угорский народ. В детстве Дарья переехала в Самару, но продолжает изучать историю и традиции коми. Рассказывает, что финно-угорское подворье похоже на те, что она видела на своей малой родине. Коми, они очень чтут, стараются сохранять эти свои традиции, сохранять свою народность и проводить различные праздники. Поэтому я, в общем-то, немножко об этом знаю. И мне было интересно, что это за дом. Потому что я смотрю, он снаружи, это лиственница, по цвету похож, а по строению совсем немножко иной. Поэтому я зашла узнать, что это за дом, какой именно народности. Коми-дом тоже было бы интересно, кстати, здесь построить, потому что у них очень интересный быт. Сегодня на территории Самарского этнопарка 20 национальных домов и подворий. Уникальный архитектурный ансамбль раскрывает культуру народов, проживающих в 63-м регионе. Очень интересно все-таки, что имеется национальная посуда, национальные наряды, потому что везде они разные, это очень интересно. Но интересно, как жили раньше другие народы, то есть наш народ. Что-то вспомнить, что-то новое узнать. Я в некоторых домах, которые посещал, я не знал половины. То есть интересно что-то для себя узнать, увидеть, посмотреть, потрогать руками, если это возможно. Здесь русская избай, казахская юрта и немецкий фахверковый домик. Точные копии жилищ воссоздавали при помощи архитекторов и ученых. Несмотря на то, что я несколько раз уже была на парке, мне всегда интересно вернуться и зайти еще раз в дом, потому что у каждого дома это вот каждый музей. Здесь столько историй, что сразу невозможно даже принять всю информацию. Очень много переплетений в культуре у нас идет. Это очень интересно, с ребенком пройти и за несколько часов рассказать, объяснить, что такое национальность, что такое культура. И это, во-первых. А во-вторых, что мы все вместе, едины на одной земле. Музей под открытым небом продолжает пополняться уникальными артефактами, привлекая все больше гостей. Недавно на территории этнопарка появился купол-шатер, который позволяет проводить встречи и праздники в любое время года.